Хелло, ребят! Ну что, пришло время разобраться с самым интересным заданием в задании 38 Описание графиков и таблиц по плану определенному Возможно, это задание сейчас вас пугает, но на самом деле оно довольно схематичное И сейчас мы с вами разберемся, что к чему Начнем с того, как выглядит само задание Обратите, пожалуйста, внимание, вот что вы увидите в КИМе В контрольно-измерительных материалах, то есть, собственно, на экзамене в задании Imagine that you are doing a project То есть, мы с вами теоретически делаем какой-то проект Обязательно указывается тема, это для нас важно То есть, здесь хранится, здесь находится, скажем так, тема, топик, собственно, и лексика, которую нужно нам с вами использовать Напомню, что список лексики, он универсальный и общий для всех Он находится в кодификаторе FIP И, собственно, в течение года, на годовом курсе мы с вами все темы кодификатора проходим Why people in Zetland learn English? Это одна из тем, собственно, кодификатора, да, изучения иностранного языка Собственно, поэтому здесь нет ничего такого необычного Почему люди в городе N, Zetland, то есть, это определенная вымышленная такая вот вымышленная страна Вот, и обратите внимание, что еще, помимо темы, да, локации нам здесь известно Также мы видим целевую аудиторию, так сказать, люди Здесь вместо слова people может быть teenagers И даже на экзамене чаще встречается teenagers, потому что, ну, потому что экзамен для 11 класса И темы подбираются, конечно, подходящие для 11 классников, чтобы вам было проще рассуждать И целевая аудитория также You have found some data on the subject То есть, по ситуации заданий мы с вами нашли Внимание, тоже выделен жирным глагол, мы нашли информацию То есть, мы не сами создали какой-то опрос, а нашли информацию Some data, данные по данной теме The results, the opinion polls, да, и результаты опроса Opinion polls, see the table below Table, это не стол, это таблица Также, помимо таблицы, здесь может быть диаграмма Diagram в виде таких столбиков, горизонтальных, вертикальных Либо, может быть, pie chart Pie chart это круговая диаграмма, pie это пирог То есть, ну, представляете, круг, разделенный на кусочки Вот тебе и все Суть от этого не меняется Внешний вид самой диаграммы никак не влияет на суть заданий Собственно, только внешний вид меняется И, собственно, да, нам даны данные Даны данные опроса, да, вот 100% опрошенных у нас есть И разбивка по нашей теме По причинам, почему люди в городе N учат английский язык И последняя строчка задания Comment on the date in the table and give your opinion on the subject of the project То есть нужно, что от нас требуется, по сути Прокомментировать данные таблицы И выразить свое мнение по теме проекта Объем высказывания 200-250 слов Задание относится к высокому уровню сложности То есть лексика должна соответствовать уровню B2 Однако стиль, внимание, стиль речи Нейтральный, неофициальный, нейтральный Поэтому сюда подходят и некоторые фразовые глаголы Да, также мы их можем использовать В общем-то нейтральная обычная лексика Важный момент, мы здесь должны, в отличие от 37-го задания Использовать полные формы Полные формы, то есть Do not, cannot, I am Вовсе не сокращенные Сокращенные только для задания 37 Итак, 200-250 слов Напомню, как считать слова Вообще считать слова, это тоже важный аспект Потому что, если мы напишем слишком мало или слишком много Это повлияет на нашу оценку Таким образом, да, максимально можем 200-275 слов Да, писать, если мы напишем Если мы напишем 276 слов То эксперт отчитает 250 и будет проверять, собственно, эту работу Поэтому крайне важно считать слова Вот, и плюс-минус, то есть 10% в одну и в другую сторону, соответственно Как считать слова максимально быстро Рекомендую сразу же вам, как только вы начинаете готовиться к экзамену Писать, писать работу на листе А4 Лучше распечатайте сразу бланк ответов 2 И вот, чтобы смотреть, как вы умещаете в клеточках Да, вот именно вот в этом объеме Собственно, как быстро посчитать Считайте количество строк в вашей работе И примерно количество слов всегда будет одно в строчке Да, чтобы так вот быстро Ну, условно 6, да, 6 Я не знаю, и 5 строчек Да, 6 на 5 Вот 30 у нас получилось слов Ну, к примеру, да То есть таким образом мы умножаем количество строк На количество примерное Оно всегда одно и то же Слов в одной строке Вот так быстро посчитать И прикинуть, да, укладываемся ли мы с вами в объем Но когда ты уже практикуешься много То всегда укладываешься плюс-минус, да, в объем Ты уже примерно представляешь, что к чему Итак, что дальше, да Что для нас важно здесь Важно, что мы пишем все по пунктам плана Это облегчает нашу жизнь, да Я дам вам конкретную схему ответа По которой вы сможете работать, да Вы ее сможете дополнять, видоизменять То есть здесь как бы нет каких-то строгих планов Да, главное, вот я хотела бы рассказать концепт Собственно, по какому плану мы с вами пишем задание Да, первое Make an opening statement Это первый абзац Всего 5 абзацев у нас в нашей работе Make an opening statement on the subject of the project То есть первое, что мы делаем Это делаем такой вводный абзац Так сказать, на тему проекта То есть как бы вот вводим в курс дела эксперта Сейчас я расскажу, как должно выглядеть введение первой абзацы Второй абзац, что мы делаем Мы описываем данные таблицы Обратите, пожалуйста, внимание Что вот они нам все даны И ничего придумывать не нужно То есть ничего из главы мы не берем Мы просто пишем в этом абзаце Вот это у нас такой показатель Это такой показатель А это там самый маленький показатель Самый большой показатель это средний Условно, да, грубо Ничего из главы мы не берем Мы понимаем, что это тоже такие фразы Довольно стандартные Следующий абзац Номер 3 Make one two comparisons We are relevant and give your comments Здесь, да, важный момент Мы делаем сравнение Да, релевантное То есть где это Где это как бы, ну, объективно можно сделать Ну, собственно, сравнение Опять же по цифрам Мы ничего не берем из головы То есть мы Что от нас по сути требуется Мы всегда помним, что мы с вами не аналитики Мы с вами, да, мы с вами лингвисты, скажем так Да, мы сдаем язык Соответственно, что хочет от нас увидеть эксперт Он хочет увидеть знание сравнительных конструкций Все Условно говоря, да, такой же, как и as, as Да, вот этот показатель такой же, как и, там, равен этому Или там в два раза, да, two times higher Да, этот показатель в два раза выше, чем тот Все Опять же, именно структуры лингвистические важны А вовсе не наш анализ Ничего мы не придумываем И единственное, что, какой креатив от нас требуется Это комментарий Здесь мне хочется сказать Я, опять же, дам вам конкретный пример Того, как должен выглядеть этот абзац Собственно, ребят Что хочу здесь сказать Здесь мы комментируем тоже довольно базово Без какого-то, без какой-то фантазии большой Условно говоря Я приведу, опять же, конкретный пример Дам конкретный, вот, пример работы Но, к примеру, так, да Что вижу, то и пою Комментарии я называю вот таким способом Что вижу, то и пою Что такое вот дать комментарий Например По-русски скажу Причины изучать язык Да, английский язык Вот мы, например, сравниваем Что люди чаще учат язык Для того, чтобы поступить в университет Пишем мы, да, в этом абзаце Там в два раза больше Респондентов выбрали этот аспект Так, и, соответственно И меньше Ну, по сравнению По сравнению с тем, что люди, к примеру Смотрят фильмы или сериалы На английском языке То есть, да, как причина изучения английского языка Какой комментарий здесь мы можем дать? Следующий Комментарий о том, что Это значит, да Ну, очевидно По данным таблицы нам становится очевидно Что английский учат в большей степени Для образовательных целей А не для развлекательных Смекаете? То есть, я, по сути, сказала то же самое Только в первом предложении, да Когда я конкретно сравнивала данные Я сказала более конкретно Фильмы Да, более узкий аспект обозначила Фильмы Университет Когда я дала комментарий Да, я, по сути, сказала то же самое Но использовала больший аспект То есть, расширила тему Что такое смотреть фильмы? Это развлечение Entertainment То есть, людям менее интересен английский ради развлечений Да, более интересен английский ради А университет это что? Высшее образование Или просто тема образования Смекаете? В этом и состоит комментарий И на годовом курсе мы с вами научимся И вот, по сути, пройдем все вот эти темы И у вас будет в голове готовый вот этот вот комментарий По сути, там, ну ничего такого не надо придумывать Важный аспект, который хотела бы сказать По поводу второго абзаца и третьего абзаца То есть, когда мы с вами описываем непосредственно данные таблицы А также сравниваем их Здесь мы, что должны делать Мы обязательно указываем цифры То есть, в скобках вы должны обязательно указать вот эти вот проценты 57%, 22% именно цифрой Пожалуйста, не пишите все словами Именно цифрой Следующий абзац, четвертый Что здесь? Здесь мы должны придумать проблему Проблему, которая связана с изучением английского языка Внимание, за границей То есть, несколько может отличаться То, что дано в теме Просто учить английский А тут именно проблема изучения английского за границей И придумать какой-то способ решения Здесь важным моментом мне хочется сказать Что это тоже, этот абзац Он требует тоже именно практики То есть, если вам у вас сходу не получается придумать какую-то проблему Это нормально Потому что, ну, мы с вами с этим не сталкиваемся, да Скажем так, в обыденной жизни И это тоже вот навык нарабатывается Количество топиков ограничено И мы с вами на годовом курсе пройдем абсолютно все И в конце курса я всегда даю готовый конспект С примерами проблемы и их решения Скажу сразу, что если есть проблема денег Говорим про это Здесь это очевидный пример, да Учить английский за границей Дорого Вот и все И остается лишь придумать решение Я вам дам пример И вы посмотрите, да, пример решения Главное, что проблемы должны быть реальные А решение тоже конкретным и подконтрольным Не переживайте Это вот абсолютно все нарабатываемая штука И вывод То есть, нужно сделать вывод в пятом абзаце И здесь важный аспект Мы не пишем какие-то общие фразы Мы с вами выражаем собственное мнение По какой теме И не потому, что мы с вами написали в целом, да, в нашей работе А мы с вами выражаем наше мнение Вот по какому-то конкретному запросу Который здесь написан в этом пункте плана On the importance of learning English То есть, по сути, мы должны написать Почему мы считаем, что учить английский Это действительно важно Это была вводная информация по заданию Далее в следующем видео я покажу пример Пример, назовем это эссе Вот проекта, пример проекта А также дам конкретную схему И у вас будет возможность попрактиковаться Сей Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!